Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткове. Всем еще раз здравствуйте, Олег Пекай и Александр Шунин вместе с вами. Доброе, доброе, доброе. Настало время нам поговорить о культуре, действительно о мире музыки. Сейчас, надеюсь, погрузимся вот в эту увлекательнейшую беседу. И с нами на прямой связи народная артистка России, солистка Большого театра, художественный руководитель Красноярской оперы имени Хворостовского Ирина Долженко. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Да, еще к титулу можно добавить и профессор Гнесинской академии. И вот наверняка, ведь как происходило, я представляю себе, насколько сложно было, наверное, во время локдаунов обучать студентов. То есть, вот насколько, возможно ли обучение, вот пению по Zoom, Skype, вообще вот через общение какое-то, вот процесс обучения удаленный? Знаете, очень трудно, если честно. И результаты очень странные, потому что тот, кто что-то мог или как-то вот уже был готов к тому, чтобы запеть, период очень длинный получился учебой, потому что невозможно все-таки через экран передать то, что ты хочешь, именно как наполнить произведение. А вот кто помладше, кто занимался техникой, у тех, конечно, есть хорошие результаты, потому что приходилось заниматься чаще, потому что не знал, где ты свободный, где не свободный, где какие-то лекции, потому что очень плотные были графики у всех. И вот оказалось как раз обратный результат. Тот, кто хорошо бы мог закончить, например, там, третий, четвертый курс, были в более таком серьезном положении, неужели ребята молодые, которые только пришли. А можно ли вообще оценить, например, вокальные данные удаленно, вот по интернету? Не искажает ли он тембр голоса? Искажает, и запаздывает, и очень сложно все-таки работать с концертмистером. Это тоже важный процесс, да, когда человек понимает, что делает пианист, и пианист понимает, где дышит, и как хочет фразу выстроить певец. Это очень сложно, конечно. Ну вот говорят, что вынужденная пауза дается, чтобы человек задумался, сделал выводы, вот как-то вот, может быть, остановился в беге, особенно для творческих людей. Многие вот в наших интервью говорили о том, что да, вот в каком-то бешеном ритме выступлений, концертов часто, ну вот вдруг эта пауза, она дала людям возможность остановиться, задуматься о ценностях, о семье, может быть, о каких-то творческих планах. Вот что в вашей жизни вот эти локдауны дали? Знаете, честно говоря, очень мало, потому что получилось так, что сначала мы не понимали, да, как вообще это будет происходить, что будет, да, читали какие-то книги, потому что очень хотелось продолжать, да, себя чем-то наполнять интересным. Потом какой-то был период, когда все болели. Я тоже болела, и, в общем, достаточно сложно тоже было. Потом ждали, что, наконец, один концерт перенесенный будет, все-таки состоится, другой перенесется еще куда-то. И вот это вот, конечно, ожидание, оно все равно не давало остановиться и не давало не работать, скажем так. То есть в любом случае мы что-то делали, хотелось как-то какие-то новые, может быть, программы сделать. И, в общем, я думаю, что вот эта программа, которая у нас будет в четверг, она и так и родилась, потому что захотелось сделать что-то новое и показать какие-то другие совершенно грани современной музыки. Как раз хотелось спросить, подвести к тому, что, в общем-то, будет вот это выстраданное. Выстраданное, выстраданное, потому что, когда мы решили, что мы все-таки это будем делать, мы же много очень русской музыки уже делали с Инной. И делали и в опере большой концерт, и в доме Черноголовых, и Рахманинов был отдельно, и был Чайковский Глинка отдельно, и были какие-то там русские романсцы, и был Большой Лист, мы делали большой очень концерт Листа, 22 романса, и был Шуман, 38 писем. Но вот хотелось что-то другое в этот же, именно в русский вечер внести что-то новое, и оказалось, что Сверидов очень нам как-то подошел к вою. Хотя, конечно, это такая достаточно сложная история, тем более, что это «Серебряный век» и «Блок», и на стихи «Блока» очень сложно как-то и петь, и думать на вот эту вот тему. И поэтому я думаю, что это будет интересно. Я надеюсь, во всяком случае, что это будет интересно для публики, потому что очень мало сейчас, кто поет вообще эту музыку, может быть, 2-3 человека, которые заинтересованы и делают это интересно, делают это красиво. У меня сразу возникает вопрос, вот каким образом стихи, которые писались «Блоком» именно для какого-то интимного прочтения, человеком, вот индивидуально, они вот действительно ложатся на музыку, и вот сам этот вот процесс, насколько мы знаем, что есть удачные, может быть, неудачные примеры, когда вот стихи классических поэтов пытались переложить на музыку. Ну да, поэтому вот ей сложно как-то найти вместе ту грань, которая раскроет нас в этой музыке, потому что Свиридов всё-таки очень сложный композитор, потому что мелодика очень простая, с одной стороны, с другой стороны, очень серьёзный текст, который он выбирает у «Блоков». И поэтому достаточно серьёзная получается программа в смысле отношений пианиста и певца. А как вы вообще относитесь к этой идее, скажем, в популярной музыке? Потому что здесь тоже ведь очень широкая грань. Вот недавно Земфира на стихи Бродского создала песню «Джозеф». Есть, можно вспомнить Аллу Пугачёву, которая брала стихи «Пастернак» и «Свеча горела» и «Мандельштама» «Петербург» она переделала в Ленинград. То есть многие были недовольны такими трактовками. Ну, понимаете, у нас трактовки, может быть, и не будут настолько сложные и серьёзные, но хотелось бы, чтобы каждое слово «Блока», положенное на музыку Саверидова, всё-таки отозвалось как-то в сердце у нас, как исполнителей, у публики, потому что мало кто обращается сейчас к этим стихам просто. Потому что Бродский, например, настолько сейчас популярен, и все стараются и читать, и особенно драматические актёры очень много делают программ именно со стихами Бродского, Мандельштама, Пастернака. А всё-таки «Блок» немножко так вот в стороне от этого всего, потому что это более такая интимная, наверное, лирика и глубокая по чувствам именно, а не по текстам. Тут возникает вопрос выбора, почему именно эта программа, а не иной набор, потому что, опять же, упомянутый Вышебродский, можно себе представить, что тяжесть общая вот этой ситуации, какая-то накопившаяся усталость, она тяготит к подобной и поэзии. «Блок» совершенно другой, он более лиричен и так далее. То есть ваш осознанный выбор чем был продиктован? Осознанный абсолютно, потому что мы посмотрели сначала цикл на стихи Пушкина, потом всё-таки решили, что нет. Потому что настолько хотелось какую-то тонкость внести в эту программу, потому что там будет Глинка, там будет Чайковский на слова, в общем, не таких серьёзных, скажем, поэтов, как Пушкин. И будет Рахманинов на стихе, а Пухтина это тоже, вот как-то, мне кажется, поднимает поэзию «Блока» вот в этой программе. Поэтому мы именно на «Блоке» решили сделать акцент такой серьёзный, потому что это всё-таки девять романцев, это достаточно много для программы. А вот интересно, почему действительно Рахманинов, Чайковский выбирали, может быть, для своих произведений, для романцев, может быть, не самых выдающихся поэтов? Вот почему, может быть, иногда поэты, которых мы считаем поэтами второго ряда, вот именно как бы ближе были их душе и настроению? Вы понимаете, тот же Рахманин, Чайковский, они поднимают эту поэзию на совершенно другой уровень. И для них, наверное, это было важно, не стоять на одном уровне с поэтом, а вот поэта неизвестного поднять на уровень какой-то необыкновенно интересной музыки, какого-то новшества, потому что и то, что делал Чайковский, и то, что делал Рахманинов, в принципе, для того века, где они жили, это было новшество, это всё равно было то, что выделяло их из какого-то общего круга того же римского-корского романца. Они всё-таки менее интересны, хотя написаны иногда на те же самые тексты. Потому что музыка Рахманинова того же, она просто необыкновенная, это космос. Ваш дуэт с Иной Давыдовой, в принципе, существует уже 25 лет. Что ещё осталось? Какое поле для экспериментов за это время? Есть куда двигаться, что реализовывать? Или уже было исполнено спето всё, что возможно? Нет, ну что вы, у нас в планах уже давно есть Рихард Штраус, хотя это очень трудно будет, насколько я понимаю, для меня, потому что всё-таки хотелось бы в оригинальных тональностях сейчас, это модно, исполнять какие-то произведения. Потом сейчас мы задумались о том, что надо бы сделать какую-то программу старильной музыки. Сейчас очень много издаётся интересных произведений старых, про которые, в общем-то, народ особенно и не слышал. Вот попробуем ещё в эту сторону посмотреть, может быть, это будет интересно и для публики, и для нас. Потому что делать какую-то развлекательную программу, ну это всегда хочется. На какой-то летний, может быть, концерт мы сделаем что-то такое. Может быть, даже современное. Может быть, вернёмся к Минкову и к каким-то современным авторам, более близким, может быть, нам. Потому что это тоже интересно, и мало кто это делает. У меня был в планах Курт Вайли, но сейчас не знаю, честно говоря, так много его везде исполняют, что, может быть, и нет. Потому что в своё время я делала одна из первых в России весь цикл «Семь смертных грехов» в Большом зале консерватории мы делали с Федосеевым и с Большим оркестром, и это было достаточно интересно. Но тогда мы делали это по-русски. И вот мне давно хотелось сделать, в общем-то, по-настоящему, на языке оригинала. Может быть, это нас вот как-то немножко подвигнет, сделать тоже какую-то интересную, может быть, современную немецкую программу. Слушайте, вот интересный вопрос. Действительно, а оперные исполнители, они все полиглоты? Потому что понятно, что и французский опер, и итальянский язык, и немецкий язык. Как это вообще происходит? Вы знаете, честно говоря, не знаю, как это происходит, но вот оно как-то входит, наверное, в тебя, вся эта музыка вместе с текстами. Потому что, в принципе, очень много приходится работать над текстом, когда ты начинаешь какую-то программу новую, то, что не пето, то, что не знакомо. Естественно, итальянский язык, но он как родной. А вот всё остальное, конечно, надо трудиться, брать коучей и стараться всё-таки приблизиться к оригинальному языку, именно певческому, потому что это очень сложно. Певческий язык и французский отличаются от разговорного французского. Тот же певческий и немецкий отличаются. Hochdeutsch — другое. И надо понимать, в каком времени было написано, кто как писал, какие отношения с языком были тогда. Вот это вот такая идёт прямо работа, настоящая, серьёзная, когда мы занимаемся какими-то другими текстами. Но, тем не менее, получается, ли у вас, приезжая в Италию, или в Германию, или во Францию, возможность объясниться на этих языках? Вот даёт ли это исполнение оперы? Ну даёт, конечно, даёт, даёт. Потому что, знаешь, уже много слов, иногда очень многие пользуются просто фразами из оперы. Ну да, бывает и такое, когда ты не можешь это вспомнить, на каком-то языке вдруг рождается фраза из оперы, в которой ты точно знаешь, что она обозначает, и ты каким-то образом выходишь на то, о чём ты хотел говорить. А если ещё и напеваешь, а не просто произносишь, что в Италии, наверное, всё, друзья, на всю жизнь. Ну это да, да. Но в Италии, конечно, проще, потому что всё-таки какой-то у нас, я не знаю, энергетический, может быть, такой вот язык, он быстрее даже понимается, нежели языкового такого барьера всё-таки меньше. Потому что эмоционально мы ближе, может быть, к каким-то образом. Не знаю, мне так кажется. В Италии я себя чувствую абсолютно спокойно. То есть даже если ты что-то, может быть, не объяснишь, тебя всё равно поймут. А за что вот люди... Потому что преподавать на языке, конечно, сложнее. Вот это вот, чтобы объяснить точно, вот у меня, например, есть китайцы, у меня есть в классе испаноговорящие ребята. Вот этот вот барьер очень сложный, потому что технологию какую-то ты объясняешь не просто своими словами, не просто какими-то терминами, которые применимы в данном моменте. А вот надо же эмоционально как-то объяснить, как ты должен физически что-то должен сделать. Вот это вот очень сложно. Особенно по Зуму. Вот сейчас у меня двое китайцев по Зуму. Это просто истерика для меня каждый раз. Как вы их снимаете? Они не говорят по-русски, но они не говорят на никаком другом языке. То есть приходится механически какие-то делать вещи. И вот это, конечно, сложно. Я в какой-то момент успел подумать. Два китайцев по Зуму – это мы. Вот, говорит, сейчас у меня двое китайцев по Зуму. Что-то лопочет. Вообще не понять. Ну да, они же не говорят ни на каком языке, кроме китайцев. Ну хорошо, а на самом деле? А как? Просто универсальный язык музыки? Ну, язык музыки, технологические какие-то вещи просто показывают физически. Да, но мы начали разговор с того, что вы сказали по Зуму. Очень трудно объяснить, потому что и задержки, и технические какие-то нюансы. И голос по-другому звучит, ведь тембр меняется. Но потом концертмейстер пишет минуса, уже ориентируясь на то, как человек будет это исполнять. Вот это очень трудно. Просто не угадаешь. А потом хватаешься за голову. «Господи, научила тоже!» Ну, в общем-то, да. Ну, это как раз не так сложно в смысле эмоций или языка, потому что с китайцами проще. У меня дочка училась в китайской школе, и какие-то там 3-4 термины, которые я понимаю, как употребить в этом моменте, я, например, могу сказать. Но всё равно это очень сложно, когда человек тебя никак не понимает. Слушайте, а я сразу вспомнил фильм «Красотка», и вот там был же момент, когда Гир объясняет, вот Джулии Робертс, что такое опера. Он говорит, но ведь никто не понимает, ну, смысл, ты не понимаешь языка. Вот в чём магия оперы? За что люди любят оперу? Потому что действительно, или влюбляются, или как бы это не моё. Потому что вот ты не понимаешь языка, на котором исполняют. Но тем не менее, вот что привлекает людей? Ну, вы знаете, всё-таки опера – это такое ощущение какой-то другой жизни, в которой ты никогда не был, и навряд ли когда-то будешь. И поэтому очень многие люди поддаются вот этому именно влиянию, такому эмоциональному, идут в оперу для того, чтобы почувствовать себя как бы выше над самим собой, может быть. А может быть, для того, чтобы просто очиститься. Ведь катарсис никто не отменял, всё равно человек к этому всё время стремится. К какому-нибудь счастью. Я, например, огромное счастье испытываю на каких-то спектаклях, которые мне нравятся. Даже если постановка неинтересная, я закрываю глаза, я понимаю, что вот эта музыка меня ведёт совершенно в другие какие-то сферы жизни именно. Музыка, звучание, голоса, конечно, безусловно. А в 21 веке эффекту… Да, да, какие-то федерации, которые тебя, впитают. Достижению эффектов в 21 веке ещё субтитры очень помогают. Ну, в общем-то, да. Ну, например, в латвийской опере. Ну, да. Ну, есть такой момент. Но всё-таки следить за либретто интереснее. Ну, всё-таки, когда ты понимаешь, о чём идёт речь. Если ты не знаком с сюжетом. Иногда, знаете, на траве атик плачешь, зная сюжет, зная о чём, зная почему, а поют так, что невозможно не плакать. Это вот ничего не сделаешь. Вот такая опера, правильно? Или та же богема. Вот я, например, не могу сидеть просто на богеме и не рыдать. Ну, в смысле, в хорошем смысле, а не от того, что плохо поют. Какие-то моменты иногда человек должен получать вот эти эмоциональные, которые он не может мозгом понять, может быть, он не может понять какими-то своими, вот такими, может быть, правильными мыслями и как-то определить для себя. Но эмоционально оно спинным мозгом чувствуешь, что это тебе вот что-то даёт. Ты питаешься этой музыкой и стараешься вот на какое-то время, хотя бы вот на 3-4 дня сохранить вот это состояние в себе. А если... Вчастие какого-то радости, очищения, звука, вибрации даже просто. А вот если совсем честно, вот не кажется ли, что всё-таки мир оперы, который вот, ну, 100 лет вот создавались, вот золотой фонд, ну, наверное, вот-то. Не закончилась ли вот эта магия? Потому что, ну, вот современные оперы, мы видим, что всё-таки люди хотят смотреть и слушать вот то, что создавалось на рубеже веков. Ну, конец 19-го, начало 20-го века, вот этот золотой набор, там, Пучини, Верди, Вагнер, ну, вот, а современные оперы, они всё-таки не достигают какого-то такого уровня. Ну, это да, к сожалению, наверное, потому что, когда всё становится более жёстким вокруг, конечно, хочется вернуться во что-то более родное и такое понятное для себя. Поэтому, наверное, все любят ту музыку, и мало кто хочет слушать современную оперу. Хотя есть очень интересные моменты и в современной опере, но это очень трудно, да, это всё-таки работа. Работа какая-то. Вот когда ты слушаешь современную музыку, для меня это работа. Да, есть очень интересные композиторы, да, есть очень интересные какие-то произведения, которые могут тебя на что-то подтолкнуть. Но, видите, зато мюзикл расцветает везде и всюду, абсолютно. Я считаю, что это вот жанр, который сейчас, да, он понятен, он любим, на него идут, и публика совершенно по-другому общается с та, которая ходит в основном на музыку. Нам, к сожалению, показывают, что время завершается, наши беседы, к сожалению, нужно заканчивать, но я думаю, что общение, общение продолжится в четверг, 30 сентября, концертный зал можно будет прикоснуться к жемчужинам русской музыки, прекраснейшие репертуары, о котором мы сегодня говорили. Спасибо огромное, Ирина Долженко, мэтца-сопрано, российская солистка Большого театра, которая будет выступать на нашей латвийской сцене. Спасибо большое. Всего доброго, хорошего дня. Радио Болткома